Время новостей 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 В чьи обязанности Входит следить за порядком На этих могилах Обязанность есть А порядка нет 7 мая В преддверии Великого праздника Мы делали уже сюжет о том Что захоронения Выглядят неухожными Надеясь Что это послужит Напоминанием Для должностных лиц Но май Уже подходит к концу А картина прежняя Понятно Что не всегда Выделяются средства Для реставрации Памятников Но уж навести порядок Всего на четырех могилах Наверняка можно Вот и бывший Директор контакта Говорил об этом Нет Такого никогда не было Потому что В принципе Забота о муниципальном Предприятии Это уход за могилами Которые охраняются Государством Мы обязательно связывались И даже с родственниками Которые хотели Поменять какие-то памятники Связывались С управлением культуры Районом Для того чтобы Они зарегистрировали О том что Памятник допустим В плохом состоянии Что за ним нужно ухаживать Если деньги Не выделялись На это дело Все равно мы Это Убирали их К празднику Потому что Ну А потом Объяснять о том Что мы не способны Были убрать Эти четыре захоронения Было бы смешно Поэтому В любом случае Мы это делали Отчасти вторе Словам Владимира Бородаева Атаман Станицы Ахтубинская Он отметил Что не мешало бы Навести порядок На кладбище Я видел В каком состоянии Находится памятник героев Допустим Трех летчиков Рядом Недалеко От захоронения Моего отца И за ними Вообще не ухаживают 67 года Они погибли При исполнении Служебных обязанностей Вот А всегда ли было Такое отношение Нет конечно По крайней мере Вот у меня здесь Захоронение отца Около 7-8 лет И Постоянно Какой-то За порядком В общем-то Всегда наблюдали А в этом году Прям Неизвестно что творится Мусор постоянно На кладбище Там чем ближе К центру Мусор опал Но никто его не вывозит Здесь До Пасхи Еще валялся мусор Слава Богу Убрали его А так Все полностью Захламлено было Свой негативный вклад Вносят и простые люди Которые приходят Ухаживать за могилами Порой ленясь Относить отходы На специальную площадку Они скидывают их Прямо здесь Под надписью Свалка мусора Запрещена Быть может После этого сюжета Сотрудники Муниципального предприятия Контакт Проявят дань уважения К местам захоронения И выполняют Свои прямые обязанности Приведут в порядок Памятники Уберут мусор И возможно Тогда в эфир Выйдет Совсем другой сюжет Со словами благодарности В их адрес Работа по развитию Предпринимательства В Ахтубинском районе Строится в рамках Целевой муниципальной программы Год назад Был открыт филиал Фонда поддержки Малого и среднего бизнеса И для его субъектов Организован Центр микрофинансирования Также В поддержку бизнесменам Действует Целый ряд Областных программ В частности По инвестиционному Развитию предприятий Хотелось бы обратиться К хозяйствующим Субъектам Ахтубинского района Чтобы участвовали В инвестиционной Политике Астраханской области По инвестиционной Политике В Астрахани Прописан ряд Нормативных документов Которые дают Право участвовать В программах По инвестиционному Развитию предприятия Там очень большие Деньги Которые Предприятие Может получить На строительство Крупных Промышленных Объектов Если предприятие Уже строится Необходимо Заявиться В Астраханскую Область И получить Проекту Статус Значимого Для Астраханской Области Получить Либо гарантийное Письмо Либо Залоговый фонд Можно там получить Либо получить Если получит Статус Особо важный Инвестиционный Проект Астраханской Области Льготы По налогооблагаемой Базе Приходите Мы с вами Будем работать В этом направлении У кого Большие Планы На будущее Кто уже Начал Строить Свои Инвестиционные Проекты И осуществлять На нашей территории То есть На Астраханской Области В целом То есть Если налог На прибыль Идет У предприятия Ему возмещают То есть Дают время Там по-моему Даже период Пока проект Не войдет Не станет Выйдет На безубыточность То есть Будет получать Купить Все свои Затраты На студию Обратились Жители Петропавловки Чьи дома Расположены В переулке Красном И по соседству С оврагом Куда все Кому не лень Выбрасывают Мусор Свалка Растет Растет И недовольство Жителей В проблему Попыталась Вникнуть Татьяна Фомина Здесь можно задохнуться Возмущенно говорят Местные жители От мусора Горы которого С каждым днем Становятся все выше Образуя Одну большую Свалку Или даже Помойку Бытовые отходы Сухие ветки Строительный хлам Часть этого В кавычках Добра Валяется еще С прошлого века В этом году У свалки Так сказать Юбилей 20 лет Вот эта помойка Когда начинается Лето Здесь дышать Нечем Форточки Открыть нельзя Начинаешь Говорить Кто кидает Едут машины Вот приезжает машина Кинула Интеллигентная Женщина Пакетик Женщина Там контейнеры Есть Трехэтажный Мат Стоит такой Что Мы таких слов Наверное Уже и не знаем Бабушка идет Вывалила Бабушка Там контейнер Соберешь Пойдешь Вынесешь Говорим Не кидайте Сюда Хотя бы Собак Дохлых Не кидайте С улицы С тех улиц Несут сюда Несколько раз Мусор сжигали Сейчас это делать Опасно Кругом полно Сухой травы Растет Камыш Вплотную К деревянным Постройкам По словам женщин Свой мусор Они выносят В контейнеры Хоть это и не близко Один контейнер На улице Советская Другой На Карла Маркса Но и они Постоянно Переполнены Заверили нас Местные жители Требование У них одно Экологи Эпидемиологи Чиновники Мэрии Должны здесь Срочно навести порядок Уже и подписи Собирали по улицам Ходили Понимали этот вопрос Хотя бы поставьте Контейнер Мы уже устали Сжигать этот мусор Это просто бесполезно Хоть бы дали нам Контейнер И тоже в контейнер Сложил Уже знаешь Что машина приехала Уже вывезла Как говорится Но они же На это же не реагируют Кто они? Ну как На администрацию Мы ходили на Санкт-Пенстанцию Во Владимировке Нам сказали То что Два-три заявления Это ни о чем не говорит Это нужно Чтобы хотя бы Собралось человек Десять Мы действительно Требуем Чтобы пришла администрация Пришли экологи Посмотрели Что здесь вообще происходит По всему этому периметру Это не только здесь Это и там дальше идет Пусть вот это все Нам поставят Контейнеры Чтобы на нашей улице Можно было дышать Свежим воздухом Но не вот это вот К слову Это не единственная Мусорная свалка В заречной части города В небольшом овраге У перекрестка дорог Нам подсказали Что здесь находятся Улицы Воровского Колхозная, Садовая Также полно мусора Через дорогу Виднется еще одна Захламленная точка Возможно и здесь Необходим мусоросборочный контейнер Депутаты от заречья Должны быть в курсе проблемы Которая судя по этим кадрам И в центре города существует Прогулявшись по первому Микрорайону Можно увидеть настоящий бардак С торца дома номер 2 И даже посреди дворовой площадки Между двумя девятиэтажками Вот она Бесхозяйственность В рубрике «Во саду или в огороде» Наш корреспондент Владислав Лихварь Расскажет о методах борьбы С вредителями садов Тлей и Жуком Аленкой Сегодня он побывал в гостях У опытных садоводов Супругов Галямовых И перенял от них Некоторые секреты А также поделился своими Супруги Галямовы Супруги Галямовы жили недалеко от Садуринзавода Где Валерий Павлович работал Ютились на четырех сотках земли А шесть лет назад Приобрели домик небольшой С хорошим земельным участком На улице Форманова Мы развели такой виноградник И выросли такой сад Для души, для удовольствия Как красиво цветет все Вовремя переехали внуки А их у Галямовых уже шестеро Оказались большими любителями винограда И пришлось Валерию Павловичу Изучать тонкости его выращивания Однако особых секретов ухода За солнечной ягодой у Галямова нет Главное, считает Надо все обработки проводить вовремя Перед цветением Желательно дня за три Прищипывать вверх Где растут кисти На плодовых лозах На плодовых лозах Чтобы виноград получал больше питания И лучше цвел Чтобы не было падания И всегда нужно удалять Двойные пасынки Он здесь не нужен Надо его брать аккуратно Чтобы не повредить почку Ну и удобрение, естественно Удобряем все время сухим навозом Кизяком просто раскладываем по грядкам И он постепенно растворяется с поливом Валерий Павлович виноградом серьезно занимается А Галина Викторовна проявила себя Как опытный садовод-любитель Ну ядрышками осенью сажаю Косточками Косточками, да Косточками И даже яблонка выросла у нас От семечки Поделились супруги бедой Одолела их сад в этом году тля Но метод борьбы с нею Они, кажется, определили Ну мы пытались сначала А, настоем золы С мылом Вот первый раз опрыскали Вроде падает Теперь пытаемся табаком Настоем табака А как избавиться от Аленки Или как ее еще называют Мохнатой бронзовки Не знают Из-за этой напасти Галина Викторовна цветов лишилась Все розы в саду бронзовка обидала А сейчас от нее Спасу нет Цветущему винограду А теперь наш совет садоводам Основной переносчик тли Муравьи Чтобы они не попали Из земли на деревья Оберните ствол Полиэтиленовой пленкой Обмажьте полоской солидона Или другой Невысыхающей автосмазкой Пораженные тлей ветви Обработайте настойкой Из трав Защитников Пижмы Чистотила Полыни Лука Чеснока Хрена Табака Горького перца С Аленкой бороться проще Подвесьте емкости с водой Куда подсыпьте сахара Немного дрожжей Добавьте пива Какое лучше Проверьте опытным путем И не забудьте Чаще выбирать жуков Попавших в ловушки С героями рубрики В осаду Левогороди Наша съемочная группа Познакомилась еще На прошлой неделе Когда работала По улице Фурманова Где и проживают Супруги Галямовы Тогда жители Петропавловки Обратились в рубрику Добро пожаловаться Речь шла О заброшенном участке Где много сухой травы И велика вероятность Пожароопасной ситуации На следующий день После выхода сюжета В эфир По словам горожан Проблема была решена Спасибо нашему АТВ Все-таки Они большую работу Проделывают Участочек наш После их передачи Немножечко Привели в порядок Ну мы понимаем Они рабочие люди Им некогда Но коли имеют участок То за ним надо ухаживать Чтобы соседи не жаловались Каждый год Надо ухаживать за ним Вчера мы анонсировали Что в четверг 30 мая На нашем канале Состоится прямой эфир По вопросам Жилищно-коммунального хозяйства На тот момент Своё участие в программе Подтвердили Представители Городской и районной администрации А также Управляющие компании Центр Сегодня же К нам поступила Новая информация Завтра Заместитель главы Городской администрации По жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Сапкарёв И директор управляющей Компанией Центр Александр Малышев Уезжают в Астрахань Для участия В совещании По вопросу Погашения задолженности Запотреблённый Природный газ В связи с этим Эфир С их участием Переносится На следующую неделю Следите за нашими программами И смотрите Ахтубинское телевидение Всего доброго И до следующей встречи В эфире Редактор субтитров А.Семкин